То, что класса вчерашнего дня 36.96, сейчас Brent торгуется на уровне 37.11. В целом, ничего особенно интересного за прошлые торговые сутки не произошло. Но, может быть, интересным был, опять же, тот факт, что Brent находится по-прежнему под серьезным давлением и продолжает, в принципе, корректироваться, двигаться вниз и создавать, может быть, дополнительные интересные возможности для занятий коротких сделок. Но мы с вами приняли решение пока подержаться в стороне, поскольку сейчас велика вероятность локального выпада, который может быть направлен все-таки на возвращение Brent в район даже 40 долларов за баррель. Пока торопиться давайте не будем, потому что конец недели после такой серьезной разгрузки, учитывая то, что мы, по сути, вчера также толкались на минимальных уровнях с 2008 года, может быть, те трейдеры, которые прокатились уже на вот этой коррекционной составляющей в рамках даже всей торговой пятидневки предпочтут руководствоваться таким позиционированием, как абсолютно оправданное желание пофиксить тот результат, который имеется. И вы знаете, что логичным следствием подобных настроений на рынке является обратная тяга, откат, который, собственно, и может стать причиной предпосрочного роста Brent. Но в целом новостной фон не меняется. Мы по-прежнему отталкиваемся от того, что запасы нефти в США растут. Мы по-прежнему отталкиваемся от того, что какие-то положительные тенденции, если кем-то и закладываются в связи с возможным снижением объемов производства нефти в США, они тут же нивелируются фактом того, что у нас есть другие игроки, которые в ближайшее время, в общем-то, собираются нарастить объемы производства. И здесь речь идет о этом ближневосточном картеле, на который мы традиционно делаем ставку, обозначая долгосрочные перспективы по Brent. Иран готовится к тому, чтобы задействовать все производственные мощности и увеличить выработку более чем, скажем, на полтора-два миллиона баррелей в сутки к текущим объемам. Поэтому фактически цифры могут быть уже даже в районе четырех. Об этом мы уже также в начале этой недели говорили подробно. Давайте сейчас не будем, в принципе, дополнительный раз останавливаться на этом. У нас все-таки достаточно аргументов, указывающих на то, что Brent будет и дальше оставаться в числе аутсайдеров. Ну и что касается, опять же, будущих ожиданий, здесь мы сейчас следим за динамикой американца, потому что знаем, что именно доллар также выступает еще одним фактором, который сказывается на динамике сырьевых активов. И каждый раз, когда мы констатируем прирост американца, это тут же сказывается на снижении стоимости тех же самых углеводородов, потому что они номинированы в американской валюте. Пока эта тенденция сохраняется, у доллара реально есть неплохой запал для продолжения, опять же, восходящего ралли. Наши цели по американцу, даже против японского конкурента, они остаются на прежних значениях, и мы непременно в ближайшее время до них доберемся. Что касается российской валюты. Актуальные котировки 71.12. Мы говорили то, что ослабление нефти может спровоцировать дополнительный виток девальвации курса национальной валюты. Собственно, это и происходит. 71.1. Сопротивление, которое когда-то маячило впереди. Если ссылаться, опять же, на комментарии российского монетарного руководства, были положительные, опять же, комментарии со стороны высокопоставленных чиновников о том, что ситуация вот-вот стабилизируется и резкой девальвации не будет. Ну, о чем они говорили? Когда совершенно ясно, на рынке есть тот фактор, который не подконтролен, и это фактор, связанный с ослаблением нефти. И каждый раз, когда этот актив проседает, российской валюте просто некуда деваться. Приходится давать слабину, задний ход против основных конкурентов и слабеть. И ничего с этим поделать пока, в принципе, наверное, и невозможно. Можно говорить о потенциальном ужесточении монетарной политики, но, наверное, для российской экономики сейчас тогда, когда мы наблюдаем такие показатели по экономическому спаду, по потребительской активности, состоянию промышленного сектора, ужесточать монетарную политику, тем самым создавать дополнительные риски для потенциального развития бизнеса, может быть смерти подобно. Поэтому ни в коем случае пока мы не даже анонсируем возможность ужесточения монетарной политики, но понимаем, что если на определенном этапе ситуация с ослаблением курса российской валюты выйдет из-под контроля, наверное, другого шага и не останется. Потому что даже исходя из классической экономической теории, это, скажем, тот инструмент повышения ставок, который, наверное, радикальным образом может вмешаться в игру и поспособствовать, ну, хоть какому-то снятию напряженности и паники. Мы наблюдали это, собственно, в начале 2015 года, когда ставку разогнали до 17%. Сейчас актуальная котировка по паре USDRA, как я уже отметил, 71.12. Если мы будем использовать прежнюю формулу конверсии через, опять же, соответствие актуальным ценам на нефть, получится, что стоимость барреля нефти в российском эквиваленте 2639 рублей, ну, очень мало. И я опасаюсь того, что мы можем наблюдать даже отложенный эффект потенциальной реакции рынка через резкую девальвацию. И если это произойдет, пара USDRA сможет улететь даже в район 75%. Пока, конечно же, не будем даже вербально провоцировать такую панику, но вы должны понимать, что для этого есть сейчас все основания и есть вероятность того, что рубль может оказаться недалеко от этих значений. В общем, смотрим за ситуацией. Пока ничего интересного по российскому рынку сказать невозможно, потому что важных событий за последние дни, соответственно, не было. Да и впереди, с точки зрения содержания экономического календаря, тоже, вроде бы, как все отчеты мы уже проанализировали, ВВП, инфляцию и пока радоваться нечему. Далее идем. Евро против доллара. Евро продолжает, в принципе, резонировать от события ФРС, связанные от решения американского мегарегулятора по изменению денежных параметров кредитной политики. Ставку повысили на 25% до 0,5%. Знаем то, что это серьезный шаг. Это серьезный шаг, который окончательно уже стал переломным для монетарной политики США. Вы помните, что сначала ФРС отказался от программы количественного смягчения, а потом стал полномерно готовить рынок к тому, что следующим шагом будет повышение процентной ставки. Мы ориентировались на это событие не на протяжении, конечно же, последних 10 лет, но, по крайней мере, в рамках этого года уж точно готовились к тому, что ФРС уже не будет временить, потому что все условия на рынке созданы. Дождались, соответственно, этого решения. Видим, как оно отыгрывает себя в динамике активов рынка Форекс, фондовых составляющих резекций и рынках производных инструментов. Европейская валюта в целом, на мой взгляд, будет дальше терять вследствие, опять же, такого жесткого фона и жесткой монетарной политики со стороны США. Кроме того, против евро сейчас действуют еще и национальные фундаменты. Во-первых, стоит снова обратить внимание на последние данные по индексу потребительских цен, потому что именно инфляция является тем самым определяющим фактором, который указывает на возможность изменения политики со стороны ЕЦБ. И буквально несколько дней назад мы получили свидетельство того, что с уровнем инфляции по-прежнему серьезные проблемы, потому что месячный показатель оказался на отрицательные территории. И как только мы стали лицезреть эту статистику, мы поняли то, что стоит постепенно возвращать на рынки прежние спекуляции и прежние ожидания, связанные с более агрессивным выкупом активов европейского мегарегулятора. Пока, конечно же, рынкам в целом такие возможные изменения даже не анонсируются. Но мы зрим в корень, смотрим на перспективу и пока давайте уберем о возможности этого события на первый квартал 2016 года. То есть, это относительно близкая перспектива. Против евро также сыграла статистика и по бизнес-ожиданиям и оценке экономических условий от ИФА, Германии. В частности, ИФА бизнес-оптимизм просел с 109 до 108,7. Что касается оценки текущих экономических условий, ранее 113,4, сейчас по факту 112,8. Честно говоря, если вы внимательно осмотрите все брифинги и также прослеживаете вот эту преемственность фундаментального фона, я акцентировал ваше внимание на то, что более объективной является статистика АДЗЮ. В начале недели мы ее анализировали, статистика оказалась очень хорошей. Это было, скажем, вопреки ожиданиям. Я был удивлен видеть такие цифры. Но, судя по всему, локально можно сделать простой вывод о том, что объективно сейчас осмотрят на целостную ситуацию картину эксперты, которые, опять же, анализируют бизнес-оптимизм немецких промышленников и всего промышленного сектора Германии через, опять же, отчеты ИФА. Потому что реально вот эти цифры, они дружат с действительностью и, на мой взгляд, уже отражают ситуацию, которая сейчас характерна для немецкого рынка, который является ведущим локомотивом валютного блока. Не забывайте также о том, что у нас есть риски, еще связанные с тем, что до конца не ясно, каким образом на экономику скажется скандал с Вольфсвагеном, с дизельными двигателями и несоответствуемым экологическим стандартам. Но еще не забывайте о том, что у нас есть и Deutsche Bank, который все еще планирует изрядно подсократиться и оптимизировать численность персонала, потому что речь идет о сокращениях в несколько десятков тысяч рабочих мест. Это тоже негатив. Думаю, что более детально мы к нему вернемся, когда будем анализировать, опять же, отчетности этого банка. Это уже после, скажем, концу первого квартала 2016 года. Но эти объективные риски, они присутствуют. И что касается, опять же, дальнейших ожиданий по европейской валюте. Сегодня у нас с точки зрения содержания экономического календаря по европейскому рынку очень спокойная торговая сессия, важных рельсов нет никаких, поэтому я предлагаю руководствоваться прежними факторами. Это все-таки ожиданием того, что евро двигается, ну, по крайней мере, стремится в район паритета на долгосрок. Сейчас нам зацепиться за уровень 1.05, важно. И при сохранении текущей тенденции, особенно после разгрузки вчерашнего дня, я думаю, что мы сможем долететь до этой поддержки в очень ближайшее время. Против евро действует все-таки, наверное, более объективный фундамент. Далее отчеты, на мой взгляд, будут более объективно отражать целостную экономическую картину. Против евро действует теперь уже и очевидная контрастность монетарных политик. Потому что, если раньше, анализируя ситуацию с ФРС и ЦБ, мы, опять же, знали то, что политика мягкая со стороны европейского мегарегулятора, но в отношении ФРС мы готовились к жестким мерам. И сейчас это уже также факт. А значит, у фактора контрастности сейчас дополнительный, скажем, повод, чтобы делать на него особенную ставку, потому что мы знаем, что вот это расхождение политики Европейского Центрального Банка и ФРС, оно будет также серьезным инструментом, либо даже триггером, основанием для дальнейшей разгрузки европейской валюты. Поэтому все пока у нас складывается в пользу того, что евро нужно продавать. В частности, какой идеей сейчас можно руководствоваться? Напомню, что у нас селл-стоп с уровнем 1.08, тейк-профитом 1.05 и стоп-лоссом 1.09. Вчера мы практически добрались до этого значения. Думаю, что при возобновлении коррекционной динамики, ну, с большей вероятностью уже на следующей неделе, мы сможем, соответственно, поднять с рынка эту отложку и оказаться в реальном трейдинге и стремиться к более низким ценовым значениям. Но по-прежнему для краткосрочных трейдеров я хочу сделать ремарку касательно того, что есть вероятность сейчас локального выпада. И если он действительно будет иметь место быть, вы должны быть к этому готовы и ни в коем случае не, скажем, злоупотребляйтесь теми рисками, которые закладываются в основу каждой сделки. Что касается среднедлагосрочных трейдеров, все без изменений. Ждем еще более низких ценовых значений. Доллар, японская иена. Американская валюта вчера закрыла день с повышением, против японского конкурента сегодня уже неплохо корректируется вниз и связано это с тем, что буквально несколько часов назад, когда состоялось, опять же, оглашение процентной ставки актуальной по Банку Японии и прошла пресс-конференция. Мы узнали о том, что Банк Японии сейчас намудрил новую программу, можно сказать, количественного смягчения, которая будет запущена в марте 2016 года. И она будет предполагать возможность покупки активов, даже облигаций, активов с фондовых бирж. Полагаю, что пока особенно ставку делать на эту программу не стоит, потому что, обещаю вам, я постараюсь в ней детально разобраться, потому что для рынка это реально тот шаг, который был неожидаемым. Прогнозировать его было практически невозможно. Сейчас это решение, которое уже принято. Реакция рынка, наверное, тоже более-менее понятна, потому что трейдеры еще не понимают, что от нее ожидать и что это такое вообще. Но я думаю, что все-таки, если это программа количественного смягчения, посыл именно такой, это негативный фактор для национальной валюты. И как только вот эти ожидания утвердятся в активе, как только трейдеры поймут, что все равно этот шаг, который направлен на попытку разгона инфляции в рамках японской экономики, то мы снова увидим те распродажи, которые должны иметь место быть сейчас в, опять же, в рамках японского актива и со стороны, ну, прежде всего, японских трейдеров. Потому что они, как никто другой, более, скажем, быстро и чувствительно реагируют на изменения, характерные для национальной экономики. Все равно для нас любой, скажем, посыл, который направлен на смягчение экономической политики, это, опять же, фактор ослабления национальной валюты. Но и этот посыл, еще раз повторюсь и проведу параллель с Европейским Центральным Банком, позволяет нам снова делать ставку на контрастность монетарных политик. Потому что Япония также не может пока анонсировать возможность ужесточения монетарной политики, потому что текущая инфляция и, по сути, даже дефляционные риски, они создают главную угрозу для экономики. Именно поэтому Банк Японии на текущий момент, опять же, руководствуется программой количественного смягчения, которая, как вы знаете, составляет 80 триллионов иен в год. Поэтому USD иена позиционно по-прежнему заряжена на восходящее движение. Здесь мы даже не играем с каткосрочными целями, потому что знаем, что нужно сделать ставку на рост американца против иены. Тем более, что поддержку доллара будет продолжать оказывать еще и рост доходности американских трежерис, сильная статистика и четкое понимание, осознание того, что теперь американская экономика вошла в цикл постепенного повышения процентных ставок, который продолжится в 2016 году. И все это говорит о том, что доллар будет оставаться настоящим полноценным лидером рынка. Значит, от покупки американца мы ни в коем случае не отходим. Далее идем. Фунт против доллара. Реальный аутсайдер. Британский актив. Все, опять же, развивается так, как мы прогнозировали. Ну и хорошо, потому что мы хотим все-таки зафиксировать многие профитные ожидания, особенно по долгосрочным инвестиционным идеям до конца этого года. Пока все складывается в нашу пользу. Супер, потому что реально те сделки, которые еще у нас маячат по, скажем, нереализации, при их закрытии у нас будет возможность, скажем, уже охранить в начале 2015 год, как очень прибыльный с точки зрения, опять же, тех целей, которые мы ставили, и с точки зрения процента их реализации. По фунтам, напомню, что у нас был отложенный ордер с уровня 1.51. Мы руководствовались коротким стопом 1.51.70, потом по мере снижения фунта подтаскивали его, да и, по сути, он оказался в районе без убытка. Тейк профит у нас был в районе 1.49. И, судя по тому, что минимум вчерашнего дня оказался, по сути, в районе 41.48.64, хочу вас поздравить с тем, что у нас еще одна идея реализована и убирается в нашу традиционную копилку тех сделок, которые принесли нам хороший профит. Далее, что делать по британской валюте? Здесь также велика вероятность сегодня отката. Давайте вернемся к новым целям уже со следующей недели. Но, говоря про целостный новостной фон, понятно, что против фунта сейчас действует сила доллара, против фунта действуют низкие зарплаты, риски дефляции и, самое главное, у нас снова актуальная тема с возможностью проведения референдума в Англии по потенциальному выходу из состава Европейского Союза. То есть, эту тему мы активно будем освещать уже в следующем году, но это серьезный политический риск, который будет создавать еще одно условие и возможность для распродажа британца. Вчера вышли очень хорошие данные по роничным продажам. В частности, показатель в меньшем эквиваленте вырос до 1,7% против прошлого минус 0,5%. Но британец положительным образом на этот отчет не отреагировал. Он вообще был проигнорирован. Чем это связано? Это связано с тем, что трейдеры, как мы и надеялись, сейчас более объективно оценивают ситуацию и не реагируют на локальное проявление оптимизма, потому что им нужны тенденции. А тенденции у нас формируются только тогда, когда на протяжении как минимум квартала мы видим хорошие данные. Тенденции сейчас есть, но они только негативные. Это в ухудшении ситуации на рынке труда и в рисках еще большего спада уровня потребительских цен, то есть риски, связанные с дефляцией. Вот там тенденции. И они, собственно, и приводят к разгрузке британцев на протяжении последних многих торговых сессий. Наша идея, как я уже отметил, пока с точки зрения ближайшего ориентира реализована. Ждем, как пройдет сегодняшняя торговая сессия и возвращаемся к фунту с новыми силами, отдохнувшими и с новыми ориентирами уже в понедельник. Еще хотел сказать про пару USDCAD, потому что, как хай вчерашнего дня, 1.3985. Не думал я, что нам так быстро удастся вплотную подобраться к новой долгосрочной инвестиционной идее, которая была поставлена на долгосрок, но оказалось, что потенциал ее реализации уже, по сути, является какосрочным, потому что за последние несколько торговых дней USDCAD прибавил почти 250 пунктов. Я два дня назад предложил вам активно покупать USDCAD с целью 1.4. Пока мы чудок не добрались до этого ориентира. Актуальные цены 1.3934. Но думаю, что уже до следующей недели мы сможем добраться до этого мощного сопротивления, которое маячит в районе 1.4. Какие факторы? Понятно, что цены на энергоресурсы провоцируют девальвацию курса национальной валюты. И еще между строк мы сделали ставку на то, что факт роста задолженности домохозяйства является сейчас максимальным за многие месяцы. Это создает дополнительный риск для национальной экономики. Просрочка бешеная сейчас в рамках, опять же, закредитованных потребителей. И вследствие того, что ситуация выходит постепенно из-под контроля, собственно, уже от Банка Канада коммерческие банки получили директиву того, что нужно повышать планку минимального взноса, чтобы хоть как-то обеспечить возможность формирования повышенных резервов под обеспечение. Это, на мой взгляд, также предвестник какого-то серьезного, серьезной проблемы на рынке недвижимости. Думаю, что в первом квартале мы еще к ней вернемся, но в целом это должно подстегивать нас на то, что нужно готовиться к, возможно, еще одному шагу по смягчению экономической политики через снижение процентной ставки. Это дополнительный фактор давления на канадца. Но пока ждем 1,4, как только добираемся до этой цели, уходим в сторонку и ждем, соответственно, уже дополнительных сигналов от новостного фона. Из отчета сегодняшнего дня в 16.30 по московскому времени индекс потребительских цен Канады, если сегодня мы увидим снижение отчета, значит, тогда смело можно будет говорить о готовности Банка Канады, ну или, по крайней мере, о созданных условиях для смягчения экономической политики. И снижение инфляции, на мой взгляд, станет фактором серьезной разгрузки для канадца и поспособствует, может быть, тому, чтобы мы добрались до уровня 1,4 даже до конца сегодняшней торговой сессии. На этом все. Если есть вопросы, вы знаете, то, что их можно задавать на нашем официальном канале на YouTube, но либо использовать для этого специальный аналитический раздел в форуме Amarkets. Поэтому еще раз большое спасибо за внимание, соответственно, хорошей вам торговой сессии. Ну и вернемся на финансовые рынки уже после выходных, в понедельник, поэтому хорошего вам отдыха. Всего доброго. До свидания.